Это я называю по-другому, иными словами, Верховная Рада узаконила в правительстве воровать украинского народа. То есть теперь по закону могут нас воровать. Поэтому, товарищи, этот закон, конечно, для них он сделан, вы понимаете, по просьбе Европы, по просьбе МВФ, для того, чтобы могли хоть когда-нибудь вернуть им деньги. Нам говорит господин Яценюк, потерпите 10 лет. Это он имел в виду, что через 10 лет украинцы уменьшатся на 20 миллионов, а остальные 20 миллионов могут дальше спокойно жить. Мы этого не хотим. Пожалуйста, если они хотят уехать с Украины, пускай берут своих 20 миллионов, уезжают с Украины, а мы тут остаемся нормальными жить. Молодец! Молодец! Спасибо. Молодец! 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 Товарищи, еще он говорит гордо, я вам даю субсидии. И так гордо он это говорит, да до него, как будто он открыл это открытие. До него Тегибко дал субсидии, до него Тимошенко дал субсидии. И кто? Кто-то из вас, уважаемые пенсионеры, инвалиды, мог забрать те документы, которые они требуют для того, чтобы получить субсидии? Я последнее, что я хочу сказать. Я бы потерпел 10 лет. Если бы, уважаемый Яценюк, приехал в Одессу, купил двухкомнатную квартиру рядом со мной, получил пенсию или зарплату, которую я получил, и вместе со мной потерпел, тогда я подумаю, потерплю 10 лет или нет. И последнее, и последнее. Меня спрашивают, товарищи, вы против чего тут стоите? Да я не против чего тут стою, я стою за что-то. Я стою за то, чтобы такие люди, как Антона Давынчика и ему подобные, не арестовали незаконно. Я стою за то, чтобы прокуроры приняли решение по закону. Я стою за то, чтобы судья принимали решение по уголовному кодексу, а не по звонку к какому-то политику. Я стою за то, чтобы русский язык был вторым. Я стою за то, чтобы Украина была интернациональная. И в конце концов, я стою тут, чтобы Украина пошла в помощный союз, а не в Евросоюз. Спасибо. У нас с вами беда и горе. Сегодня 40 дней нашему Беркуту. Давайте почтим память, минуты молчания Беркуту.